Телеканал Донбасс принял участие и в парусной регате. Моя коллега Юлия Мишакирова стала матросом, причем ее команда оказалась призером соревнований. Как ведущая новостей впервые ходила под парусом, смотрите прямо сейчас. На живописном берегу самого большого водохранилища Украины собираются команды из пяти областей. Здравствуйте, товарищи участники соревнований! Здравствуйте, парусные регаты! На старейшую туристскую парусную регату Кубок Донбасса прибыло более ста человек. Открывают соревнования выстрелом. Телеканал Донбасс в составе экипажа Катамарана Мистраль. В прошлом году на этом судне капитан Ольга Дмитрук прошла 1600 километров вдоль морской границы Украины. С берега эти разборные суда кажутся довольно легкими. На деле выясняется, что первое впечатление ошибочно. 120-150? Какой вес? 150 килограмм. Всего лишь-то 150 килограмм. Задача экипажа как можно быстрее пройти по водному треугольнику. Однако водоем не море. Тут еще предстоит погоняться за ветром. Самое сложное в этой гонке это не только пройти треугольник по маршруту правильно, выполнить все условия и требования судей, но и также поймать по кругу ветер. На подходе к бую Катамараны словно боксеры на ринге входят в клинч. Так, ты прощай. Юра, ёптами тебя, бабай, возьми. Когда появляется долгожданный ветер, матросы вроде нас залегают на дно, чтобы не сбивать скорость. Чем больше на Катамаране дебютантов, тем выше бал. Это главное отличие регаты от чистогоночной. Так больше людей приобщаются к этому виду спорта. Над парусниками сгущаются тучи. Но небольшой шторм только на руку опытным капитанам. Идем в дождь, идем в холод, идем в жару, идем в штиль. Да и вообще всякие туристские соревнования, нет понятия плохая погода, есть понятия не готовы. Многие экипажи оказались не готовы к новшеству в нынешней регате. Туристическому обносу. Не у каждого хватило сил нести Катамаран на руках. Как называют? Санкар, порожняк, не гонят, пацаны, баба! Альпирал, борт! Капитаны говорят, что это тест на стороне моего образа жизни. Помогать можно, нет? Нет, нельзя помогать. Иначе нас оштрафуют, дерево не вредит. В первый день регаты наш экипаж пришел к финишу третьим, обогнав более 20 команд. Удалось ли нам удержать призовое место в заключительной гонке и кто стал победителем? Смотрите в следующих выпусках новостей. Юлия Меншакирова, Александр Соколов, Телеканал Донбасс.